Девочки, всем привет! Сегодня у вас в новом видео и в сегодняшнем видео мы с вами будем тестировать новую косметику. Это палетка от Colourpop, которая называется Good Sport. Также у меня есть новый бронзер от Wet n Wild, также у меня есть новый хайлайтер, также от Wet n Wild. Огромное, ну не огромное, но достаточно большое количество жидких металлических теней. Это вот эта упаковка и также два глиттера. Поэтому, если вас что-то из этих продуктов заинтересовало, то оставайтесь со мной. Кстати, в этом видео я вам также покажу, как я делаю макияж лица. Что касается тональных средств и всего остального, что я на него наношу, потому что вы меня очень часто об этом просите. Поэтому, девочки, если вам интересно, то не забывайте подписаться на мой канал. И мы, как всегда, без долгих разговоров. Начинаем. Поехали! Хвостем программы будет палетка от Colourpop, которая называется Good Sport. Вот таким образом она выглядит. Естественно, мы тут из свотча. Покажу вам свотча всех оттенков. Также у меня есть новый бронзер от Wet n' Wild, который называется Bronzer, что-то в этом духе. И оттенок у меня Ticket to Brazil. Красивый бронзер, который немножечко имеет в себе сатиновый финиш и такие сатиновые частички. Также, девочки, новый хайлайтер от этого же производителя Wet n' Wild. У меня это оттенок Blossom Glow. И называется он Mega Glow Highlighting Powder. Вот таким образом выглядит оттенок. И красивое розовое свечение. Я думаю, что заметно. Красивое, очень-очень-очень белесое, розоватое освечение. Что еще? У меня есть новое вам показать. Также у меня есть новые глиттеры. Глиттеры с кисточкой. Их как раз-таки мне и прислали на обзор. Смотрите. Это фиолетовый оттенок. Я их уже тестировала. И обставлю где-то фотографию, где я использовала вот этот зеленый оттенок. Но он смотрится золотым. Гораздо более золотым, чем зеленым. И вот. Таким образом выглядит второй глиттер. Я думаю, что один из них мы сегодня также будем использовать. Смотрите. Надеюсь, что вам видно. И дальше у меня есть жидкие тени, жидкие металлические тени. И у меня это оттенок. Не знаю, какой. Все осталось на упаковке. Оттенки все будут внизу в описании. Поэтому, если что-то вас заинтересует, то я всегда все оставляю в описании. И смотрите. Это жидкий, красивый металлик. Сиреневый, лавандовый. Смотрите. Сиреневый, лавандовый. С красивым, зелено-голубоватым переливом. Такие дуохромные, но они полупрозрачные. Их также постараемся сегодняшний макияж включить. Я, как и обещала, покажу вам сводчи. Сейчас освобожу руку. Покажу вам сводчи палетки Good Sport. Здесь у нас 3, 6, 9, 12 очень ярких оттенков. И скажу вам честно, что в этой палетке мне не хватило красивого коричневого оттенка, который был бы не слишком теплый. Мне не совсем понравились вот эти два. Совсем. Вот они прям совсем схожие, когда их наносишь на век оттенки. Опять-таки дело с этой палеткой для Instagram макияж. Сейчас фотографию вставлю. Использовала вот этот зеленый оттенок. В центре внимания был именно вот этот зеленый оттенок. По качеству палетка классная, передраться не к чему. Но вот касаемо оттенков, которые мне хотелось бы видеть, однозначно мне не хватает коричневого, красивого коричневого оттенка. Так, сводчи, сводчи, сводчи. Смотрите, это у нас на пальцах. И давайте начинать с первого оттенка. Я не буду называть вам их имена. Я думаю, что ни для кого это не имеет никакого принципиального значения. Смотрите, вот таким образом выглядят у нас первые четыре оттенка. Следующие четыре. Раз, два, три, четыре. Пигментация, конечно, здесь просто шикарная для бюджетной достаточно палетки. Раз, два, три. И последний. Очень интересный вот этот оранжевый оттенок с синими блестками. Однозначно что-то не сбитое и что-то, чего у меня в коллекции нет. У вот этого зеленого оттенка, смотрите, он набирается. Он очень мягкий. У него качество, как у очень дорогих теней, у очень небюджетных производителей. Последние четыре оттенка. Самые яркие. В палетке. И куда же мне вам их показать? Давайте покажу вот здесь. Этот оливковый, про который я вам говорила. Следующий оттенок фиолетовый. Следующий оттенок. Куда мне тебя поместить? Вот сюда. Желтенький. И последний, самый темный оттенок. Давайте нанесу его вот сюда в конце. Очень красивые, интересные оттенки. Но, согласитесь, вот эти два очень схожи между собой. Очень одинаковые, что у них подтонны, как, в принципе, и вот этих двух оттенков. И на всякий случай, я достала однушку коричневую от Essence, которая называется My Must Haves. У меня это тон номер четыре, брауни ликер. Эту однушку я вам, кстати, никогда не показывала, поэтому, так скажем, будем считать, что она тоже достаточно новая. Далее, что я еще хотела отметить, касаемо вот этих трех продуктов, они очень и очень меня порадовали, очень меня впечатлили своим качеством. И, как по мне, два глиттера с кистью фиолетовый и зеленый-золотой. Это закос под Urban Decay. И жидкие металлические тени, однозначно, это закос под стилу. И давайте начинать с макияжа глаз, потому что тени сыпучие, тени осыпаются. Какой же оттенок для начала я возьму? Первый оттенок, который я возьму, это оттенок под названием High Hopes. И на свою чистенькую кисть, я вчера помыла все мои кисти, и это прям удовольствие пользоваться чистыми кистьями. Так, оттенок под названием High Hopes. Я буду наносить полностью, давайте на вот это веко, чтобы вам было лучше видно. Буду наносить его полностью на все веко. И, как обычно, скорее всего, я сделаю макияж сначала на одном веке, и далее буду приступать уже ко второму. Этот же оттенок High Hopes буду просто чуть больше наслаивать. И также сразу же хочу занести его вниз. Все погрешности, все неровности буду подправлять позже, потому что, как я вам сказала, лицо буду оформлять позже. Поэтому, в принципе, не особо таки и беспокоюсь. Полнейшее удовлетворение пользоваться абсолютно чистыми кистями. Следующий оттенок, желтый оттенок под названием Trooper. И буду наносить его уже выше. Так как мне сегодня никуда идти не надо, мне трудно заметить, что у нас уже поздний вечер, макияж у меня, скорее всего, получится очень ярким. Абсолютно неносибельным, но цель таких видео, это, так скажем, моя творческая релаксация и демонстрация вам максимального количества оттенков. Потому что, когда я покупаю новую палетку, мне хочется показать максимальное количество оттенков. И, если вам будет интересно к предыдущему оттенку, возвращаюсь, то делать с этой палеткой больше макияжей. Моя творческая фантазия касаемо макияжа меня может завести очень и очень далеко. Поэтому, да. Я никогда не осуждала людей, которые совсем не носят макияж, никогда не осуждала людей, которые носят много макияжа, поэтому никогда не понимаю, когда мне пишут в комментариях, и куда вот с таким макияжем идти. Вот в магазин с ним не сходишь. Давайте возьму теперь однушку от Essence. И на рынок не прогуляешься. Как говорится, с одной стороны хочется спросить, а что, кроме магазина и рынка? Никуда пойти нельзя. И, ну, с другой стороны, иногда совсем не хочется вступать ни в какие баталии, ни с кем. И хочется просто пропускать такие комментарии мимо ушей. Мне кажется, что многие люди не понимают, что макияж – это просто способ расслабиться для многих людей. Как некоторые люди, например, рисуют, некоторые пекут пироги и кайфуют от этого. И даже эти пироги потом не едят. И, как говорится, рисунки на продажу не несут. Теперь мне нужна маленькая-малюченькая вот такая кисть. Набираю этот же коричневый оттенок от Essence. Поэтому, да. Страх не реагировать на такие комментарии, но иногда так и хочется сказать. Ну, блин, все расслабляются по-разному. Кто-то с пивом лежит на диване. Опять-таки этот же оттенок, но я никак не могу подобрать к нему подходящую кисть. Кто-то готовит, кто-то вяжет, кто-то читает книги. Я, кстати, книги очень люблю читать. Начала читать недавно «Шелкопряда». Уже читала у этого автора книгу «Зов кукушки». Очень давно читала эту книгу. И «Шелкопряд» – это как бы продолжение. Это детективный роман, очень интересный. Там больше детектива, нежели романа. Это мне, кстати, тоже очень-очень нравится. Хотя там есть такая немножечко намек на романтическую любовную линию. Но в большей степени все-таки это... Так, мне нужен оранжевый предыдущий оттенок. Но все-таки в большей степени это детектив, очень интересный. И он называется такой, как паутина. У нас так окутывает, окутывает. И в какой-то момент уже невозможно оторваться. Дальше, девочки, из палетки возьму оттенок под названием «Reckless». Самый темный оттенок из палетки. И буду наносить его в уголок сверху коричневого. Если мне нужен будет коричневый, то я к нему еще вернусь. Мне хочется, чтобы были видны границы коричневого, но полностью... Но не полностью. Готово. Вот как раз-таки про такой коричневый оттенок я и говорила. Я бы вместо вот этого красного кирпичного оранжевого ставила сюда коричневый. И, возможно, не в такой цветовой гамме коричневый, более теплый, более насыщенный. Прям такой темно-темно-коричневый, уходящий в черный. И вот он, мне кажется, смотрелся бы куда более выигрышно. Но что имеем, то имеем так. Дальше, дальше, больше. Дальше немножко этого оттенка опять-таки нанесу сразу на нижние века. Вернусь к коричневому оттенку от Essence на эту же кисть. Его набираю. И самый-самый-самый уголок внешний и внутренний наслаиваю. Естественно, все это я буду смешивать. Все это делаю одной кистью, потому что эти оттенки я между собой перемешиваю. Поэтому не столь мне принципиально, чтобы кисть была чистая. Готово. Дальше мне понадобится консилер. И дальше плоской кистью, вот такой совсем маленькой плоской, это, кстати, художественная кисть, художественной синтетической кистью, буду наносить его в самую серединку. Сделаю нечто вот такое, видите, он у меня отпечатался, и это будет моя граница. Вернусь к оттенку Reckless. Наберу его маленькой кистью-карандашом. Я несу сразу же на границе, не бойтесь, я все это буду далее еще лучше растушевывать и подтушевывать. И следующий оттенок, который мне хочется взять, это вот этот желтый оттенок, очень яркий, под названием Licious. Licious, что же это за Licious такой? Кисть немножко или множко, скорее всего, лучше делать немножко с прысным финишным спреем. Вообще, в принципе, подойдет любая жидкость, и буду наносить посередине. Давайте я попробую взять жидкие металлические тени и нанести их на границу. Немножко наберу сначала на руку. Они имеют такой сладкий запах, сладковатый. Не очень-то люблю, когда косметика чем-то пахнет. Прямо не то, что настолько не люблю, что не пользуюсь, но предпочитаю, чтобы косметика все-таки, особенно тени, жидкие, не пахнули ничем. Так, и наношу этот оттенок на границу. Они очень быстро схватываются, очень быстро застывают. У меня уже все, что я нанесла на руку, все полностью застыло. Возьму еще чуть-чуть. Этот оттенок, конечно, будет смотреться прекрасно с волой полностью на всем веке. Но тогда не получится показать вам все остальные оттенки. Поэтому пока будем использовать его в качестве вспомогательного варианта. Как же интересно смотрится. Он на веки даже в сочетании с желтым, с таким ярко-желтым оттенком. Так, девочки. Дальше возвращаемся к палетке. И из палетки мне для начала понадобится немножко оттенка Reckless. На маленькую кисть бочонок набираю его. И начинаю смешивать с предыдущим оттенком. С жидкими тенями. Мне нужно взять маленькую кисть. И все это подтушевать. Возьму кисть от Reel Week, просто чистую. И для начала подтушую. Немножечко края сверху с одной стороны. Дальше края сверху с другой стороны. Также наберу немножко коричневого оттенка от Essence. И чуть-чуть углублю его сверху. Готово. Давайте переходить к нижнему веку. Для этого возьму оттенок под названием Reckless. Или мне хочется сделать его... Да, мне, наверное, хочется сделать его очень и очень фиолетовым. Я имею в виду сейчас нижнее веко. Тут у нас с вами стало совсем темно. Вот так. Наверное, будет лучше. Возьму оттенок под названием Flow. Несу его полностью. На нижнее веко. На эту же кисть наберу вот этот яркий оттенок под названием Sista. Немножко ниже нанесу его. И мне кажется, что чего-то все равно не хватает, поэтому вернусь к вот этим жидким теням, которые мне безумно понравились. Еще немножко нанесу сначала на руку, потому что мне так делать удобнее. И наберу их на кисть и постараюсь очень быстро проработать нижнее веко. Очень красиво все поблескивает. Так, девочки, теперь я что сделаю? Я, наверное, добавлю немножко глиттера вот этого фиолета, либо добавить желтого. Давайте все-таки желтого, вот этого желтого глиттера я добавлю в уголочек. Я такой человек, что касается блесток, мне хочется добавить их вот прямо-таки везде. Но думаю, что на этом, в принципе, можно остановиться. Можно, конечно, добавить его еще чуть-чуть посередине, наверное. Это я и делаю. Как говорится, почему бы и нет. Теперь нужно дать ему остынуть, застыть, потому что он застывает дольше гораздо, чем жидкие тени. А мне осталось накрасить реснички, и я к вам вернусь уже с ресничками, и будем приступать к макияжу лица. Так, мне хорошо, с глазами я закончила. Я нанесла тушь, наклеила накладные реснички, и также нанесла черную гелевую подводку от L'Oreal Gel Intensa на слизистую. И давайте переходить к лицу. На лице у меня уже праймер, праймер сияющий от производителя Биленда. Красивых шариков я вам уже показывала. Я оставила его впитаться на несколько минут. И теперь покажу вам то, что я в последнее время очень люблю делать. Я люблю смешивать три продукта. У меня две руки, сейчас покажу третий. Это BB тональный крем от Belor Design вместе с CC кремом от Luxe Visage. И добавлять в него одну капельку жидкого хайлайтера от Mixit. Самым светлым оттенком у меня жидкий хайлайтер. И во втором оттенке сначала у меня и CC крем от Luxe Visage, и BB крем, либо это тональная основа, как она правильно называется, тональная основа, которая называется BB от Belor Design. Все это у меня не в самых светлых оттенках, все это во вторых оттенках, то есть чуть-чуть потемнее. Видите, какой у меня на Новый год сел прекрасный друг, решил мне устроить, подарить, так скажем, сказочные подарки, устроить королевскую новогоднюю ночь. Как я вам сказала, еще одну капельку буквально жидкого хайлайта от Mixit. Капелька достаточно у меня получается обильнее, но тем не менее, ничего с собой не могу поделать. Очень люблю добавлять жидкие хайлайты с фитональной основой. И теперь влажным бьюти-спонжиком от Beautypedia я все это на лице перемешиваю. И у меня получается с одной стороны неплохое, достаточно покрытие. Ого, Новый год еще не закончен в Борисове. И с другой стороны все это сияет таким красивым, деликатным сиянием из-за базы от Белленда, потому что она также со сверкающими частицами и также, естественно, из-за жидкого хайлайта. Кстати, тональные крема, CC-крем от Luxe Visage, он направлен на мотирование, то есть он мотирующий. И BB-тональный крем от Vzor Design, он уже наоборот направлен на увлажнение. Дальше, девочки, все это я закрепляю прозрачной пудрой от Rilouille. У меня, кстати, по каким-то странным причинам в последнее время шея выглядит светлее. Причем шея выглядит темнее, не светлее, чем остальные части моего лица. Ну, на этот случай у меня есть автозагар. Кстати, я себе купила новый автозагар. Я обязательно вам во влоге его покажу. И даже, скорее всего, во влоге я его и протестирую. Готово. Следующий шаг. У нас скульптор. Скульптор я беру от Vzor Design. И беру кисть для нанесения хайлайтера от Rilouille. Но она мне абсолютно не подходит для нанесения хайлайтера. Не знаю, как-то это слишком большая для этих целей. И самый темный оттенок из палетки использую в качестве скульптора. В последнее время мне нравится, когда скульптор совсем так низко опущен. Переходим к нашей новинке. Точнее, для меня новинке. Я уверена, что это совсем не новинка. От Wet n Wild. Как я вам сказала, это бронзер в оттенке Ticket to Brazil. Я его просто обожаю. Вы, наверное, заметили, что уже у меня начинает образовываться посередине что-то примечающее дырочку. Очень красивый подходящий оттенок для светлокожих и чуть более смуглых девушек. И мне очень нравится, что в нем есть вот эти светоотражающие опять-таки частицы. И что он не матовый, а что он как будто такой, видите, лоск что-ли придает коже. Не знаю, почему на Wildberries у него недостаточно высокие оценки. И как-то его там, на мой взгляд, недооценили девочки. Но, возможно, как говорится, у всех разные предпочтения. Кто-то любит совсем матовое что-то. Возможно, кому-то не подошел оттенок. Так, готово. Дальше я буду наносить опять-таки львиночку для меня. Это хайлайтер от этого же производителя в розовом оттенке Blossom Glow. Для этого возьму... Давайте я попробую нанести его с помощью вот такой кисти. Это у меня белка опять-таки из какого-то отдела, где вряд ли пройдет кисти для макияжа. И смотрите, как же это чудесно. Как же это прекрасно. Очень красивое сияние. Здесь есть вкрапление однозначно шиммера, который заметен. Но он очень равномерный. То есть это не крупные и мелкие частички, смешанные между собой. Здесь все достаточно одинаковое. Поэтому смотрится он опять-таки куда благороднее. Мне захотелось нанести его под бровь, потому что под бровью у меня ничего нет. И он комплиментарно как раз-таки будет смотреться с фиолетовой, сиреневой гаммой, которая у меня находится на нижнем веке также по краям. Смотрите, то чего же он хорош. Чего же он красивый. Как мне понравилось его наносить этой кистью. Так как кистью-то вставляем теперь в мой второй стаканчик. В одном у меня стоят кисти для макияжа глаз и в другом для макияжа лица. И последнее, что я делаю, это наношу румяна. Румяна опять-таки из этой же тройки. Больше никакие румяна, к сожалению, мне не нравятся. Но мне. И в последнее время как раз-таки последним шагом наношу румяна. Потому что мне нравится, как они, ну, сейчас я вам покажу, как они перемешивают хайлайт и бронзер между собой. И тогда нет такой четкой, что ли, границы. И последний, завершающий шаг, это спрей финишный. Спрей, который, я бы не сказала, что супер как-то фиксирует все на лице. Но он однозначно перемешивает все текстуры. Пудровые и кремовые. И для меня это самое главное. То есть не остается никакого эффекта пудровости. И, наверное, он продлевает макияж. У меня, в принципе, нет никакой проблемы со стойкостью макияжа. Потому что у меня нормальная, немножечко склонная к сухости кожи. Поэтому, да. Давайте. Так, девочки, на этом мой сегодняшний макияж готов. Надеюсь, что вам он понравился. Говоря про продукты, скажу одним словом, что мне понравилось абсолютно все. В этом видео не будет продуктов, которые мне не понравились. Палетка однозначно крутая, качественная, стоящая. Я вам уже сказала, минусы для меня. Это отсутствие темно-коричневого оттенка, которым можно затемнить уголок. И слишком большое количество... Точнее, не слишком большое, но присутствие двух практически идентичных оранжевых оттенков. Что касается хайлайта, бронзера, ну, что тут можно сказать. Я в них влюблена. Я их тестировала ни один, ни два раза. Я ими пользуюсь уже около двух недель. И пользуюсь ежедневно. Абсолютно они меня устраивают. Во всем удовлетворяют. То есть, если вы любите достаточно заметное сияние, если вы любите с достаточно теплым подтоном и имеющий сатиновый финиш бронзер, то эти продукты вас однозначно впечатляют. Вас, надеюсь, также порадуют, как и меня. Что касается глиттеров, которые я вам сегодня показала. Кстати, смотрите. Они полностью застывают. Что металлические тени. Вот два глиттера. Никуда не уходят. Очень качественные продукты. Опять-таки, смело могу их рекомендовать, если вы такими вещами любите пользоваться. На этом, девочки, я буду заканчивать свое видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если да, то не забудьте подписаться на мой канал. Также поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Ну, а я, как всегда, желаю вам отличного дня, чудесного настроения. Очень скоро увидимся уже в новом видео. И всем пока-пока. До новых встреч. До новых встреч.